Здравствуйте! Мы начинаем изучать логические операции. Начинаем именно с побитовых логических операций. Стоит отметить, что они используются довольно редко и только с целыми числами. Начинаем с терминологии. Побитовые операторы позволяют считывать и устанавливать конкретные биты целых чисел. Но это всего лишь терминология. Для того, чтобы это все усвоить, нам потребуется перейти к конкретным примерам. Есть такие операторы, как i, а именно это ampersand. Вот здесь мы его видим. Он устанавливает только те биты, которые установлены и в переменные a, и в переменные b. Следующий оператор, который мы рассмотрим, будет или. Он устанавливает те биты, которые установлены либо в переменные a, либо в переменные b. Также есть исключающие или. Он устанавливает только те биты, которые установлены либо только в переменной a, либо в b, но не в обоих одновременно. Следующий оператор это не. Он устанавливает те биты, которые не установлены в a, и наоборот. И по-быстрому переходим к самим примерам. Заносим наши материалы урока в нашу рабочую папку. Открываем первую папку. Сразу же открою файл наш первый для вывода в браузере. И посмотрим, что там происходит. В первом примере мы используем оператор i через ampersand. Начнем сначала. Здесь мы создаем две переменные, которые хранят в себе значения 12 и 10. Здесь я в комментариях расписал их бинарный код. Есть несколько видов записей числа. Двоичный код. Здесь мы его видим, который может принимать значение одного числа как 1 или 0. Также есть 8-ричный. Это от 1 до 8. И так будет записываться число. Также есть 16-ричный. В данном примере мы будем рассматривать, как побитая операция i будет работать с бинарным числом 12. Мы его не переводим, а она сама его понимает как бинарное число. Если мы откроем наш калькулятор и выберем вид калькулятора программист и напишем наше число 12, мы увидим здесь в bin binary код 1.1.0.0, что мы видим здесь закомментировано. Если мы напишем так же самое 10, мы увидим 10.10. То есть мы понимаем, что число 12 равняется 11.0.0, 10 равняется 10.10. Здесь мы закомментировали работу данной строки. Мы выводим нашу переменную res, в которую присвоили результат нашего побитого оператора i. Над переменными a и b. Как это все понимает компьютер? Мы записываем одно число сверху, а именно 12, а второе число записываем снизу, допустим 10, для удобства проверки. Как мы уже и говорили, то он устанавливает только те биты, которые установлены и в a и b. Начинаем работать с начала числа, то есть с первого символа. Данный оператор вернет единицу только тогда, когда вот здесь, допустим, символ первый и здесь символ первый будут в положении единица. Если здесь будет единица, а здесь ноль, то мы пишем ноль, поскольку и здесь, и здесь число должно равняться единице. Итак, начинаем выводить результат. Здесь мы смотрим единица и здесь единица. Снизу записываем один. Здесь мы видим единица, здесь ноль. В результате мы должны записать ноль. Так же самое здесь. Здесь вообще ноль-ноль. В результате мы должны записать ноль. После наших операций мы имеем двоичное число, а именно тысячу. Если мы запишем данное число в наш калькулятор, только уже в байнере 1, 0, 0, 0, мы видим, что в дец, именно в десятичном виде, он будет выглядеть как 8. Тогда, когда мы выводим данную переменную res, мы выводим конкретное число в десятичном виде. И поэтому мы видим на экране 8. Переходим к следующему примеру, а именно или. Создаем точно такие же переменные 12 и 10. Это мы уже все проходили. И записываем точно так же наши числа. Только здесь мы уже используем данный оператор. Или работает схожим образом, как ии, только он устанавливает единицу, если в каком-то случае будет число равняться единице. Ну а продолжение урока смотрите по ссылке на экране или в описании к этому видео. Специально для вас мы подготовили приятный бонус. Воспользуйтесь промокодом, который видите на экране, и получите скидку 15% на все курсы ITVDN. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...